Всем привет! Вы на канале у Джулии Кири. Сегодня я расскажу вам, как приготовить вкуснейший торт, который называется воздушный сникерс. Для его приготовления нам понадобится 3 стакана муки, 6 яиц, 450 грамм сливочного масла, банка вареной сгущенки, столовая ложка майонеза, разрыхлитель 1,5 чайной ложки или чайную ложку соды, гашеную лимонным соком. И где-то приблизительно 3,5 стакана сахара. Итак, вначале мы отделяем белки от желтков. Яйца, соответственно, предварительно бы помыли. Значит, желтки у нас пойдут в тесто, а из белков мы будем делать воздушную массу, безе. И продолжаем в том же духе отделять так все 6 яиц. Итак, начинаем готовить тесто. В подготовленные желтки мы добавляем 1,5 стакана сахара и хорошо перемешиваем. Так, хорошо вымесили. Далее добавляем 250 грамм сливочного масла. Сливочное масло должно быть размягченное комнатной температуры, чтобы мы все с вами вот это вот хорошо перемешали. Так вот, берем. Видите, она мягкая какая у меня. Как раз вот эта вот пачка на весь торт у нас и уйдет. И остается 200 грамм. Их мы будем использовать для крема. И так же хорошо перемешиваем. Итак, перемешали. Далее добавляем столовую ложку майонеза. И тоже хорошо перемешиваем. Полторы ложки разрыхлителя. Или ложку соды, гашеную лимонным соком. И ваниль по вкусу. И тоже все перемешиваем. Далее потихоньку добавляем 3 стакана муки. И потихоньку вымешиваем мягкое тесто. Вот таким вот образом. Муку я всегда просеиваю непосредственно перед тем, как заложить продукт. И делаем так до конца. Смотрите, вот в итоге после вымешивания у нас получается вот такое вот мягкое тесто. Сейчас мы его домешиваем до конца хорошо ручками. Далее. Его мы с вами... Видите, хорошо вот так вот мы его вымесили. Такое очень мягкое. К рукам не липнет. Видите? И мы его с вами делим на 3 равные части. Приблизительно. Вот так вот смотрим, чтобы они были одинаковые. И каждую часть заворачиваем либо в пакет, либо я вот в пленочку заворачиваю. И убираем в холодильник на полчаса. Вот в таком состоянии. Теперь, пока тесто у нас стоит в холодильнике, мы готовим слой безе. Для этого мы берем белки 6 яиц, всыпаем в них 2 стакана с сахара и взбиваем все до консистенции. Такой пышной, если кто-то готовил безе. И начинаем все это хорошо взбивать. Вот таким вот образом. Перемешиваем, пока масса не станет плотного белого цвета. И так вот, смотрите, какая масса у нас в итоге получилась. Видите? Очень густая такая. Ее надо вымешивать не меньше 10-15 минут, чтобы у нас получился вот такой вот с вами эффект. Все, белковая масса у нас с вами готова. Далее поступаем так. После того, как прошло полчаса, мы берем какую-либо форму, удобную я беру вот такую вот. В нее я стелю пергаментную бумагу. Вот так вот. Значит, берем наш кусочек теста, кладем его сюда, таким вот образом, и начинаем, придавливая, распределять по дну формы. Вот таким образом, чтобы у нас получился тонкий-тонкий корж. Ну и форма, соответственно, потому что мы будем делать три таких коржа, чтобы все три они были у нас одинаковой формы. И вот разгоняем руками, выравниваем, тщательно все выравниваем. Итак, вот распределили, у нас получился вот такой вот ровный корж прямоугольной формы. Все то же самое проделываем с оставшимися двумя кусками теста. Итак, теперь укладываем наши пласты теста на противень. Лишние края пергамента, если есть, отрежьте, чтобы они вам не мешали. И здесь у меня два пласта уместилось, третий у меня на другой противень пойдет. И на них вот такими вот движениями мы выкладываем нашу белковую массу. Такую волнообразную, чтобы получилась она. Сейчас вот так вот распределяем. Видите, что-то у меня не сильно густо, но бывает гуще еще получается. И вот таким образом мы наносим нашу... Видите, как она выходит? Белковую массу с вот такими волнами. Вот. На все три коржа. Далее наши коржи ставим в духовку выпекаться. Как мы будем их выпекать? Духовка должна быть разогрета до 160 градусов. На данной температуре вы выпекаете минут 10. Потом уменьшаете огонь до 110 градусов. Выпекаете минут 30-40. Далее духовку полностью выключаете. И уже вот в остывающей духовке еще надо оставить на 30-40 минут наши коржи. А пока они готовятся в таком темпе у нас, мы с вами сейчас будем готовить крем. Итак, крем для нашего торта. Очень легкий и вкусный. Банк вареной сгущенки. 200 грамм сливочного размягченного масла. И все это дело мы с вами хорошо вымешиваем до однородной массы. Вот таким образом. Масло мягкое, и оно поэтому очень хорошо с сгущенкой перемешивается. Видите, она начинает светлеть. Такой карамельный цвет она приобретает. И дальше вымешиваем до полной однородной массы. Ну и вот такая красота у нас получается в итоге. Очень вкусный крем. Теперь, когда крем у нас готов, мы с вами приготовим глазурь, которую будем поливать сверху торт. Значит, для глазури мы будем делать из шоколада. Берем плитку шоколада. Вот я горького беру. 100 граммовую. Ломаем ее на кусочки. И будем растапливать. Кому как удобно. Кто растапливает на водяной бане, на плите, кто может растопить в микроволновке. Так, все. Я буду растапливать в микроволновке. Итак, вот мы растапили наш шоколад. Видите, какой он вид имеет. В микроволновке очень быстро, кстати, и удобно его растапливать. Буквально полторы минуты, он у меня превратился вот в такое состояние. При этом внешние плитки кажутся целыми, но когда вы возьмете ложечку и перемешаете, они вот станут вот в таком виде. Далее в нашу с вами шоколад мы добавляем 2 полные столовые ложки сметаны. И все хорошо перемешиваем. Данной глазурью мы будем смазывать верх нашего торта. Ну вот, наши коржи приготовились. Мы достали их из духовки и даем им остыть. Итак, наши коржи остыли. Теперь мы собираем наш торт. Берем первый корж, берем наш крем, делим его на две части. Вот так вот приблизительно на две. И смазываем верхушку одного коржа нашим кремом. Половинка крема. Распределяем по всему коржу. Равномерно распределили. Чуть-чуть посыпали крошкой из орехов. Орехи можете использовать любые. Можете грецкие, можете арахис, можете любые, какие другие, какие вам нравятся. Так вот немножко распределили. Далее берем второй пласт нашего теста. Аккуратно по возможности уложили его сверху. Ничего страшного, что бюзе у нас потрескалось. Все равно видно его не будет. И наносим оставшийся крем сверху. Равномерно его распределив. По всей поверхности. Такой пласт теста получается довольно-таки хрупкое, поэтому очень аккуратно снимайте пергамент. Может быть, даже как-то перекладывая его на сам слой бизе. Вот. Так. Ну и распределяем крем. Распределили. И опять посыпаем сверху орешками. Вот таким вот образом. Посыпали орешками. И так же аккуратно дальше укладываем наш третий корж. Очень аккуратно, потому что коржи ломкие. И уже по третьему коржу распределяем нашу с вами глазурь. Сверху равномерно. Ровным слоем. Разравниваем ложкой. Вот таким образом. Если нашей с вами глазури хватает, то еще по краям наносим. И видите, получается он весь такой шоколадный. И орешками, теми, что остались, те, что есть. Вот так вот мы красиво присыпаем наш торт сверху. Вот таким вот образом. Далее убираем наш торт в холодильник для пропитки. Желательно, чтобы он там постоял ночь. То есть делайте его с вечера. А на следующий день тортик будет вас радовать своей вкуснотой. На этом все. Приготовление торта закончено. Если вам было интересно мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И дальше будет еще больше интересного. Всем пока-пока!